В Петергофе готовятся к запуску фонтанов. Они вновь заработают 24 апреля. Ежегодный музей-заповедник принимает тысячи посетителей, желающих полюбоваться этим невероятным зрелищем. Сегодня мы расскажем об истории скульптуры фонтанов русского Версаля, а также о том, как они встретят новый сезон. Одними из первых после зимнего перерыва забили фонтаны большого каскада, включая Самсона, некогда ставшего визитной карточкой Петергофа. Пуск технический, но сооружение, как и три века назад, работает исправно. Это точная копия богатыря. Оригинал был утрачен в войну. Прошло столько лет, и мы до сих пор толком не знаем его судьбу. Хотя вот наши немецкие коллеги и партнеры доказывают, что огромное количество бронзы, как в Германии, переплавляли как раз сразу после войны. Но все-таки версии разные. Архитектурный ансамбль буквально возрождали с нуля. В войну он был разрушен до основания. Полностью его отреставрировали к 1956 году. Самсон вернулся в ковш каскада раньше. Копию скульптуры отливали по архивным документам и фотографиям. Теплые одежды скинули скульптурам анплезирского ансамбля. Их ждут водные процедуры. Четыре бронзовые статуи Психею, Фавна с козленком, Аполлина и Вакха с Сатиром каким-то чудом эвакуировали в войну и вернули в 1950 году на восстановленные пьедесталы. Внутри них трубы, по которым вода поднимается вверх и соскальзывает в виде колоколов. Отсюда и их название. Любопытно, фонтанная система Петергофа, как и несколько веков назад, функционирует без применения насосов и считается одной из совершеннейших в мире. Мы сейчас в гроте под большим каскадом. Так выглядит его кровеносная система. Любопытно, что более 70% всех этих сооружений, включая оборудование, сохранились еще с царских времен. 147 действующих фонтанов работают как единый организм. За этим следят мастера. Они с математической точностью могут рассчитать высоту и силу напора, с которым бьет струя из фонтанной чаши. Если вы возьметесь за вот этот вот наш пентель и будете поворачивать его по часовой стрелке, все правильно, у нас начнет опускаться струя. Вся водоподводящая система у нас в сути своей, она осталась такой же, как была изначально здесь сделана Петром. То есть это большие магистральные водоподводящие трубы, которые сейчас выполнены из чугуна. Раньше водоводы выполнялись из дерева. В этом году в Петергофе отпразднуют юбилей фонтанного водовода. 300 лет назад Петр I лично отодвинул задвижку и пустил воду по петергофским трубам. Согласно легенде, император бежал вдоль водовода, чтобы успеть первым полюбоваться своим творением.